Книга Судей Израилевых, глава 2. Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего и называют то место Бохим, плачущее. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свое дело, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили Его в пределе удела Его в Фомнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, И когда весь народ Он и отошел к отцам Своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие Он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить воалам. Оставили Господа Бога, отцов Своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов окружающих их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить воалу и астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов, и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, каким ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был судьею и спасал их от враговых во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает голоса моего, И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по Нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы эти, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Продолжение следует...